доброго денечка всем сегодня у нас суббота 30 июля уже представляете у меня гостевой день поэтому у меня тут вот такой полу накрытый столик потому что все время кто-то приходит мы пьем чай болтаем делаем заказики из эйвана и арифлейма и может быть сегодня удастся какие-нибудь арифлеймовские парфюмерные болталки замутить потому что хотим как раз все перепробовать и если все остальные присутствующие будут не против что я буду снимать то как они хотела сказать дегустирует так как они тестируют разные арифлеймовские ароматы то поснимаю может быть будет интересно вам это посмотреть ну по крайней мере все те которые меня есть а есть довольно много что вам еще тут показать рассказать или такой хороший день он такой как раз вот такой безмятежно ленивый когда хочется сидеть дома ничего не делать и тому еще есть еще одно объяснение потому что у меня сегодня с утра пропал интернет я уже позвонила пожаловалась но судя по всему наверное какая-то серьезная проблема потому что уже прошло много 5 часов без интернета как скажите как это выдержать так что есть время заняться чем-то другим буду заниматься завтра ко мне приедут новые хименосы буду снимать все покажу новые сорта надеюсь там что-то будет интересное красивое так что все кто любит мои видео про комнатное растение следите завтра за новым видео но надеюсь что интернета завтра починят и еще мне должны были прислать опять же не могу посмотреть потому что не могу зайти на почту риточка из израиля которая собирает филинов и сов различных вот она вниз видео отчасти своей небольшой коллекции я очень хочу вам ее показать потому что там такие красивые совы и филины так что надеюсь что получилось что-то и я обязательно из этого сделаю тоже отдельное видео и покажу что и как ну а пока жду гостей вчера кидала свежие травинки в клетку мадинок и они всеми этими травинками выслали себе гнездышко теперь у них такое красивое гнездышко наверное как они в природе тоже что-то делают подобное и сидят все там большим коллективом совместно высвеживают яйца в ожидании гостей но вот заняться совсем нечем покажу вам как сейчас выглядит аквариум после небольшой чистки вот там такие купяшки сейчас красивый плавают поверху неонки вон они там все в одном уголке отсвечивает плохо видно вот но такие купяшки мальчишки это муха залетела в комнату и муха охотится за мухой смотрит настороженно и недовольно скажи какие-то конкуренты появились однофамильцы вот такие вот сейчас красиво это оранжевое растение это искусственное я вообще против искусственных растений в аквариуме но иногда вот такую зелень однообразную они все-таки разбавляют мушенцы ловят муху и красные камни тоже специальные такие для аквариума нельзя туда пихать что ни попадет надо специально покупать в зоомагазине которые не не влияют очень сильно на кислотность воды или там на еще в общем на состав воды которые сильно не влияют теперь вот так все выглядит у меня в аквариуме а так в конечном итоге выглядит полочка который мы собирали очень удачно здесь встали разные растения сверху собачка подаренная мне на день рождения копия мухи практически а тут портрет мухи так что мне здесь такой мужчины почти уголок тут какие-то украшения которые я часто ношу немножко чая опять цветок опять кружечки с подносиком чаяны ну и там внизу куча всяких украшений всякого такого разного такое сейчас здесь у меня приятное местечко можно угодить всем чем угодно муха скажи так быстро иди обыскивай сумку да и найти самой что нибудь может она найдет что-нибудь другое более интересное все нырнула муха нырнула полностью залезла в сумку вот так и пропадает чихуашки иногда так а глянешься чихуашки уже дома нету она уже в чьей-то сумке уже это сказать мушенцы но ты просто это это сумка с хвостиком теперь уже выглядит так нашла наташ она салфеточки нашла она несъедобная нашла она нашла потому что она не голодная уже сегодня с утра чем я только не угощала ну сколько конечно металлическую банку она не поняла бы что это надо вскрыть хорошо хозяйка забирает а это все я тоже или может быть что-то облегченное может быть чтобы там типа ну и не для толстых чихуашек не для таких вот как мука сейчас где она тут где она тут у тут много всяких хороших скидочек кстати говоря тут уже вот вот этот нужен да это серия мне очень понравилось очень приятный такой яблочно-цветочный наверное в этой серии есть гель для можно взять гель для ну вообще тела как бы не приторный очень такой вот летний он даже не фруктовый я даже не могу объяснить вот какой он он приятный на самом деле хорошая серия есть такой вот тоже как это не спрей я тоже сначала когда покупала то что не спрей в таком варианте а это такой легкий по текстуре как сметанка крем для тела с тем же запахом поэтому имеет смысл брать пока такие скидочки в общем изучаем изучаем смотрим записываем что мы хотим тут вот всякие интересные скидки мы уже понаписали с подругой тоже с утра списки просто не да 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 потом не на есть хорошие вещи есть такие неплохие скидки для гостей правда классная да его немножко отреставрировать перебить этот дурацкий материал на какой-то гобеленовую ткань и и даже то что там снизу эти страшные пружины тоже ничего мы в восторге она облавила то ли кресло облаивает а не снизу как бы вот как когда когда сейчас это сама они даже видны там надо ли я не знаю вообще как а да можно да в уголочек так кто будет в кресле сидеть распределяемся я сюда наверно чуть-чуть ага так по президиуму так а где шампанское где шампанское а вы еще не сходили просто ты так как-то так или ты очень сильно физически развита ты так как то я сама бы донесла ну да Юля ну как сидится в нем мне кажется да мне кажется оно такое хорошее ну позорай с тем что остальное такое вот все прикольное там ракушка была еще рядышком а я не видела вчера ракушки да наверное да и 40 евро ага классно здорово да муха стырила помаду из сумки и теперь с счастливым видом вот такая вот скажи да накрасьте мне пожалуйста это ваш вкус мадам да слушайте давай мы заберем у тебя помаду ну зачем она тебе нужна ну вот зачем ну ну неужели ничего другого стырить не могла иди учись вообще как бы зачем я тебя учу вообще иди тренируйся Машка ты мне покажи где у Ленаты все лежит а то она сама не помню я сама не помню где то там на кухне ищите что найдете все ваше а ну все можете пару свинок найти там кролика пару свинок несколько хомяков свинка несколько десятков да мушенцы все помаду помаду забрали любопытно это наше ура да из местечка да из кривошей ты меня запустишь так все у нас есть теперь так мужчине передаем права на вскрытие литовской оказывается не латвийской все таки литовская углу ну-ка как всегда насильничает онаFE так вот она слизывать она любит слизывать помаду между прочим мухоманец Муха маньячка, Муха маньячка, так, сейчас еще, да, вот, все, все к тебе подвину бокальчики, сегодня такие, потому что, чтобы хоть какое-то однообразие было, а то иначе, у меня кружки все разные, а, да, чтобы хоть было как-то так прилично, а не с миру по нитке, ой, с миру по кружке, Муха тоже испугалась неожиданно. А помнишь, как она потом валялась? Смотри! Нет, сегодня она нет, сегодня она... Значит, это шампанское, Мухе не нравится. Да-да-да, сегодня она... Она решила купить помаду, это вкуснее, непривычнее. Ну что, давайте отметим, чего-нибудь хорошее, все обмоем, обмажем, и, кстати, в прошлый раз забыли эту самую полочку, и не смазали, все скрипит, просто ночью спать невозможно, жуткие звуки раздаются, бренчание цепей, призраков. За твое творчество, за твое творчество. Хорошо? Да, так, стукнемся. Ну, это не звенит, потому что это какие-то, наверное, пластиковые, да. Так, все, за нас, за творчество. Чтобы было 30, 300 и до трех лимонов, миллионов. О, ну, это мне надо прожить, наверное, 300 лет, тогда что-то подобное будет. Ну, не пройдет полгода, потому что... Ну, если ты в день по 4 видео будешь выкладывать? Да. Уже не буду, потому что интернета до сих пор нету. Ну, что уже больше нету? Живая мебель. С водой. Я смотрела этот сериал, а там интересно. А что там было? Там была... Коля, может быть? А? Угу. Угу. Мороженое, с горох. Кстати, это самое... Посоветуйте вот какой-нибудь посмотреть сериальчик такой легкий. Ну, с воды я не смотрела, но я понимаю, что он уже там не первый сезон, да, наверное? Ой, ты знаешь, там их чуть ли не пятишь. Много, да. Очень много, но это тот сериал, если, допустим, вот у меня напряг в нервной системе, хочется от души посмеяться, это, наверное, свата и самое оно. Хорошенькое. Ну, тоже самое первое случайно смотрели, тоже в поезде, и удовольствие было неимоверное. Причем, если ему казалось, что это такой вот сериал, ни о чем. Просто как вот... Только ты погружаешься вот в это вот легкое такое повествование этих вот судеб и людей. А интерны или как оно, по-моему? Интерны, по-моему, тоже уже ничего такой сериал. Нет, не смотрели? Миша, я вообще не очень все эти... Так, Юля, твое мнение, что посмотрели? Классик, вот я недавно пересмотрела фильм «Разные танцы». Смотрела, да, конечно. Я просто обалдею, могу смотреть, вот, не знаю, раз десять смотрела, но столько вот уже хорошее. Я слышал, как-то пару раз бывало, попадал, кафе, или все. Есть такие фильмы, которые можно смотреть не один раз. Миша, посоветуй, ты какой-то сериал? Какой? Ну, какой-нибудь. Ну, такой люденький, хорошенький. Ну, а сериарные? Интерны, конечно. Сколько серий сериал, для твоего понятия? Ну, я не знаю. Восьми больше, да? Ну, да, наверное, нет, причем, четыре тоже есть. Мини-сериал, это до четырех серий мини-сериала. Мастер и Маргарита. Только хотел сказать, да? Отлично. Очень люблю это. Да, мини-сериал, это же хорошо. Я все уже, наверное, реплики на здесь поднял. Просто это тоже такое. Главное, перед выходом его так раскритиковали в интернете. Ну, любое. Главного режиссера там просто, я думаю, бог ты мой, ну, как можно? Ну, я уже такое мнение предвзято перед просмотром. Оказывается, там чуть ли не слово в слово повторяйте. Настолько поставлено, вот, грамотно, на мой взгляд. Так работа у мастера тоже раскритиковали в интернете. Вот, и это самое любимейший фильм. Раз в два месяца я его всегда смотрю. Да, пересматриваю. Зимейно как-то так. В качестве фонов, в качестве расслабых. Игра актеров замечательная вообще. Из сериалов, вот мне еще нравятся границы, таежный роман. А я не смотрела вообще, да, сериалов. Постановка актера вообще замечательная. Просто тайга, по-моему, прикольная. Потом в лесах и на горах тоже. В лесах и на горах, да. Но они все-таки не совсем легкие. Они таким, по-моему, драматичные. Ну, они, да. Судеб, судьба такая, да. Ну, это такое, что это что-то переживательное такое где-то немножко. А есть и развлекательное, не переживательное. А вот смотри, наверное, если просто тупо похохотать. Вообще не вникая в сюжет, просто вот слушать реплики. Мы, говорит, тяжелую пищу не употребляем. А почему? Боитесь надорваться. Ну, и в таком духе. Да, еще очень симпатичный сериальчик. Мы случайно в прошлом летом с дочкой, с младшей, с Ксюшей смотрели. Называется «Мама детектив». Причем сначала мне тоже показался очередным каким-то не очень таким, не знаю, захватывающим. А потом мы обе с таким удовольствием его смотрели. Это женщина-детектив. Она работает в следовательском отделе. Она, по-моему, в девятом месяце беременности. У нее двое мальчишек. Она находится в стадии выяснения со своим мужем. Муж, причем руководящий над ней звено. И она все время расследует какие-то убийства. Причем там вот именно убийства на буквально 5 минут. Но зато это какие-то личные ее эмоции. Она вводит в какое-то неправильное восприятие людей, которые с ней общаются. Они считают, что она любит поесть. Она не очень умна. Она занята какими-то своими физиологическими проблемами. При этом у нее мощная интуиция. И она расследует убийство, просто опираясь на эту интуицию. Тоже интуиция. И смотрится очень легко. Юмора там много. Какие-то любовные линии. Какие-то хитросплетения. Но, к сожалению, он очень такой недлинный для сериала. По-моему, 14 лет. А я вспомнила тоже интересный, кстати, наверняка никто не смотрел. Он называется «Мертвые до востребования». Никто не смотрел. В общем, он такой... Самоназвание странное. Вот объясню почему. Потому что он комедийный. Тоже комедийный такой. Значит, мальчиком он был. Он обнаружил себе способность. Что если он дотрагивается до мертвого человека. Ну, вот у него собака умерла. Он дотронулся. Она ожила. Но если в течение минуты он опять до нее дотронется. Она, естественно, умрет. А если не дотронется, то умрет кто-то рядом. Но собака останется жить. Но ему все равно в течение всей жизни уже потом нельзя до нее дотрагиваться. В общем, немножко спутанно объяснила. Но он тоже стал детективом, когда вырос. Потому что он оживлял мертвеца. Вот на одну минуту. И тот ему говорил, что меня там убил тот-то. Ну, или давал какие-то наводки. Вот. А и так он случайно оживил свою девушку, подругу. И ее наставил. И теперь он в нее влюблен. Он хочет до нее дотронуться. Он не может, потому что она уже умрет второй раз и окончательно. И вот они просто вместе расследуют дела. То есть она у него тоже друг такой детектива. И они вместе расследуют разные преступления. Вообще смотрится забавно, интересно, так необычно. Потому что с этим оживлением мертвецов и все такое. Но он все равно комедийный. Он такой не чернушный. Мне понравился как-то. И он так снят, вот как... Он снят в стиле Амели фильма. Со всякими такими интересными вот эффектами, мыслями. Вот как она там думает, как это все происходит. Вот работа режиссера потрясающая. Мне он поэтому понравился, что он очень необычный. Такой юморной достаточно. И снят классно. Да посмотрите, мертвый до востребования, кстати. Вспомнила, я хотела вам тоже сказать. Ну да, он такой не самый как бы известный. Не знаю почему, хотя там тоже уже, по-моему, сезона 3 точно есть. Наверное, где-то так. Ну, забавный, интересный. Мошенца успокоилась немножко. Нализалась. Нализалась.